Мур, привет, друг! Это Зверько. На основной сервер вышел Натан, и пусть у него достаточно простые навыки, но мне есть что рассказать о механике этого героя и дать тебе представление, как собрать героя под ситуацию. В мобле можно покупать за алмазы не только скины, но и героев. И если хочешь сэкономить, мне есть что тебе предложить. Кодошоп — официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Итак, от простого к сложному. И как ни странно, самое сложное тут будет автоатака, а самое простое — навыки. Первый навык — просто выстрел пробивающий все цели на пути. Второй навык — это тоже выстрел, но который сначала притягивает врагов к точке по дуге, а потом отталкивает. С его помощью можно контролить противника и применять банальную комбу 2 плюс 1. Пассивка — полоска над Натаном отображает его 6 стаков. Каждый стак увеличивает скорость передвижения и атаки. И чем больше ты противников заденешь навыком, тем больше стаков получишь. Учитываются даже миньоны. Кроме того, стаки можно поддерживать, периодически стреляя навыками в момент истекания таймера. Вдобавок учитываются стаки, набитые навыками клона. Тут все просто — применяешь навык и потом лезешь в драку. Принцип как у Клауда. Ульта. Натан призывает обратного клона, который по сути бессмертен и наносит 35% от урона хозяина. Но есть нюанс. Урон клона критует противника, но не наносит статусы, например антихил или поглощение меча охотника на демонов. Однако, с помощью клона можно прыгать через препятствия, если клон прямо за ним, а также уворачиваться от заклинаний по площади. Нажатие на ульту заставит надо напрыгнуть в сторону клона. Перезарядка такого рывка — две секунды, а перезарядка самой ульты очень быстрая. Если отойти от клона достаточно далеко, то золотистая нить между вами предупреждающе покраснеет, а затем клон исчезнет. Кстати, дополнительным навыком лучше взять вспышку или спринт на своего клона и его прыжок, надеяться не стоит. Теперь переходим к самому сложному — автоатака. У выстрела на тана есть время полета, и если цель достаточно проворна, то возвращающаяся автоатака может промахиваться. Однако, это легко фиксится скоростью атаки. Со скоростью увеличивается и скорость возвращения снаряда. Кроме того, если несколько целей находятся на линии атаки, ты будешь пробивать их всех. Поэтому не забудь включить режим захвата героя и выбрать дальнюю цель для нанесения урона по всей шайке-лейке. Пуля к тебе вернется как бы далеко ты не был, и это удобно использовать при отступлении. Стреляешь назад, а противник так или иначе получает два урона. Дальше — больше. Натан конвертирует всю физическую силу в магическую. Физический вампиризм в магический вампиризм и физическое пробитие в магическое пробитие. Понимаешь, к чему я клоню? Ему доступны все предметы для увеличения собственной атаки, ведь и атака у него магическая. Вдобавок, если в эмблемах указано гибридное проникновение, а это значит, что он отдается как для физика, так и для мага, Натан же его тупо плюсует. Например, если взять эмблемы поддержки с вкачанным гибридным проникновением, то со старта у Натана будет 36 проникновения, а после покупки сапог заклинателя — 48. Даже с учетом стартовой магической защиты в 15 единиц на первом уровне, это проникновение даст хороший буст по урону. Но ничего не мешает взять, например, эмблемы убийцы с проникновением и вкачанной атакой или передвижением. Так что эмблемы — на твое усмотрение. Мне этот подписчик прислал утверждение, что с пробитием в минус 60 урон увеличивается вдвое. Это не так. Однажды я рассказывал про формулу брони. Достаточно сложное видео, не буду запаривать. Так вот, 60 единиц защиты — это 33,3% срезания урона, а 80 брони — это 40% срезания входящего урона. А значит, урон не будет увеличиваться вдвое, а только на 40%. То есть при проникновении 80 урон увеличится на 40%, а не в два раза. Дальше — больше. У нас есть два предмета на проникновение. Это злобный рык, плюс 60 атаки и 35% проникновения. И божественный меч, плюс 65 магической силы и 35% проникновения. Так вот, это проникновение тупо складывается в 70% проникновения. Я долго ломал голову, почему рык, имея на 5 единиц меньше силы, наносит больше урона. И мне кажется, он берет физическую силу цели в своей пассивке и конвертирует в твое магическое пробитие. Вот такой цирк с лягушатами. Если цель собрала щитафины, а так, скорее всего, и будет, то выгоднее купить злобный рык плюс божественный меч. Так ты будешь преодолевать почти всю магическую защиту. И такая связка чуть-чуть слабее рыка с клинком отчаяния. Однако, отчаяние раскрывает свой урон, когда у цели мало здоровья. Но тут думай сам по ситуации. Впрочем, пассивку щита афины можно забивать заранее и лишь потом вступать в бой. Вампиризм. Если ты смотрел мои новостные выпуски, то знаешь, у Натана охренеть какой страф на вампиризм с автоатаки. На данный момент он получает лишь 40% вампиризма вместо 100%, а одними навыками не нахилишься, хотя они достаточно мощные. Дальше, меч охотника на демонов. Если он и вампирит, то максимально незаметно, и на это не рассчитываем. Его урон, в отличие от нашей атаки, будет всегда физическим. А если ты не знал, физическая защита снижает урон охотника на демонов. И тут двойная дилемма. Для противника мы атакуем и магией, и физически. Он не будет знать, что против нас собирать. Ну, если задумается, конечно. А для нас беда, мы не можем приобрести физическое пробитие для охотника, потому что оно все равно станет магическим. Поэтому не паримся. Каждый урон, нанесенный автоатакой на тана, это отдельная автоатака. И каждый раз будет срабатывать меч охотника на демонов. Вдобавок, купив золотой посох, каждое третье попадание атакой стригерит пассивку посоха. Выглядит, конечно, здорово на жирных целях. Но есть нюанс, о котором я говорил ранее. Клон в данном обновлении не наносит статусы меча охотника на демонов. Я убил невероятное какое-то количество часов на тесты и подсчеты, где выходит, что билд через криты сильнее с использованием клона. Но становится слабее, если цель жирная, а клона нет. Да и клон неудобен в атаке, если честно. Он все время стремится назад. Короче, меч охотника с посохом уничтожает 9000 хп аж на 3 секунды быстрее, если цель защищена от магии. Итого, у Натана мы имеем дикое гибридное проникновение, мизерный отхил и тот с навыков. Чем выше скорая стрельность, тем больше шанс попасть дважды с одной атаки. Вот тебе универсальный билд, который можно править как захочешь. Сапоги заклинателя дают реально больше дпм, чем сапоги спешки, особенно на старте. Если против нас на линии толстяки, то выбираем меч охотника на демонов. Он убавит их пыл. Если тощие, то идем сразу в криты через багровый призрак и ярость берсерка. Если противник упарывается в магическую защиту, то злобный рык плюс божественный меч. Если на нем лишь щит афины, то проще тактически сбивать этот щит и взять только злобный рык, а божественный меч пожертвовать на антихил в виде трезубца или на бессмертие. С исцелением сложнее. Тут или союзники помогают, или перк убийцы убийственный пир или защитный шлем. Тоже неплохой вариант на самом деле. Впрочем, или божественный меч, или охотника на демонов можно поменять на ветер природы. Для защиты от убийц и бойцов ближнего боя, которые обязательно будут тебе фокусить. Или чтобы уж комфортно бегать, берем говорящий с ветром. Геймплея на хитростей у Натана не так уж и много, поэтому на этом все. Надеюсь, теми избранным, которые смотрят мои дотошные гайды, вся эта куча информации поможет выигрывать. Ну, удачных боев, друг. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин